Сейчас самая востребительная у нас профессия, это у нас дворник и охранник. Друзья, всем привет! Пришло время переобуваться. Многие уже переобулись, до меня дошло только время. Приехал я на дачу, здесь у меня есть и шиномонтаж. Делают быстро, качественно, мне нравится. Также расскажу вам о зимней резине Carmaran. Она у меня нестандартная. 235х60 R18. Как она себя ведет, как зарекомендовала. Погнали смотреть дальше. Пока я еду на шиномонтаж, хотелось бы с вами разъяснить один момент. Многие начали писать в комментариях, что я начал много слишком ругать Atlas. Искать в нем проблемы и так далее и тому подобное. Поймите, я чуть ли не в каждом видео вам говорю, что мой Atlas меня полностью устраивает. Мне он очень нравится. Я доволен своей машиной. За два года эксплуатации, ну не знаю, у меня не было мысли того, что вот лучше бы я его не брал. Я доволен. Но также я хочу вас осветить то, что у людей есть какие-то проблемы. И то, что дилер не очень сильно их хочет стремиться решать. Только в этом. Ну, мои такие видео. Мне кажется, завод и дилер должен тоже об этом знать и как-то решать эти проблемы. Согласны вы со мной или нет? Но я согласен с вами, то что положительного опыта владением Geely Atlas очень много. Просто очень. Поэтому это мне кажется очевидно. Но проблемы тоже должны знать. По цене все, сейчас вам буду показывать, рассказывать и по ценам, по всему. Снимаем колпачки. Не забываем. Так, эта фигня у нас больше не нужна. Ложим ее на место. Надеюсь, все знают, где она лежит, да? Вот тут ее место. Так, ну что, смотрите. Я смазывал в прошлом году. Отлично. Ничего не проржавело. Ничего нет. Да, отлично вообще. Я бы сейчас хотел смазку доставать, искать. И не надо. Да, вообще отлично. Вообще без всяких вопросов. Даже шпильки сами остались вон промазанные. Здесь я довольно-таки обильно. Но мне некоторые еще на фотографиях писали, что будет разбрасывать на диски. Будет типа на диски бросать. Ничего не разбрасывало. Все нормально было. Так что, друзья, вот такие вот пироги. Ну сейчас переобуемся. А, кстати, о кормаране. Ну сейчас, кто-нибудь достанет, я вам расскажу о кормаране. Кормаран 235 на 60. Я очень доволен. Она чуть пошире, повыше. Мягкая, тихая. Для снега, для зимы. Ну, мне очень понравилась. Тем более, что когда я ее брал, она стоила мега. Я ее брал летом на скидке. Мега адекватный денег. Балансируется с первого раза без всяких вопросов. Поэтому, скажем так, кормаран рекомендую. Как довольно-таки бюджетный, хороший вариант. Сделано оно, по-моему, где оно? Если я не ошибаюсь, в Чехии или Словакии могу ошибаться. На дочернем предприятии Мишлен. Так что резина довольно-таки качественная и неплохая. Я остался очень доволен. Тем более, за все деньги, которые я брал, это хороший вариант. Также, смотрите, здесь хорошо видно, как сделана обработка кузова. Вот это вот дело два года назад и до сих пор оно еще такое, вы знаете, с большего мягкое. Если вот протянуть, так оно будет таким мягким. Смотрите, насколько качественно сделано, что даже, ну, нигде, ничего, ни камнями не побило, ничего. И никакие дополнительные подкрылки ставить не надо. Тем более, как говорят, если ставить дополнительные подкрылки, то уже 235-ю резину особо не поставишь. Потому что, по-моему, с той стороны где-то есть выступ, который будет вам мешать и тереть. Хотя я его не вижу, какой тут выступ может мешать. Все довольно-таки приглядно выглядит. Ну, задний подкрылок-то у нас тут все практически закрывает. Но все равно, вот смотрите, этого части, насколько они хорошо обработаны. По дискам вопросов нету. Смотрите, как она. Один раз вы промазали и смотрите, как вам надолго хватит, что вопросов никаких не возникает. Ну, вот тут вот чуть-чуть я, может, и добавил бы смазки. Но, говорят, это уже лучше делать перед зимой, потому что на лето ничего здесь не закиснет. Ну и, конечно, смотрите, данкрат лучше ставить под рычаги. Не здесь, где у нас положено в наших этих местах, а под рычаги. Здесь вот у меня немножко уже, видите, на СТО, когда подъемники ставят, немножко слезло. Но это я уже перед зимой потом специальной смазочкой добавлю, помажу. Ну, тоже так вопросов никаких не возникает. Обработано, видите, как четко обработано, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас самая востребительная у нас профессия. Это у нас дворник и охранник, который сидит и ничего не делает. Все-таки через строй. О, где-то, да. Так, ставим обратно нашу Астарту, белорусскую, 225 на 60. И расскажу вам, как она себя ведет после зимней Керманан. Конечно, она будет жестче. Но посмотрим, как она вообще после зимы отбалансировалась. Вроде бы неплохо, но посмотрим, как она себя будет вести на дороге. По шумности и по мягкости все вам сейчас в конце видео еще расскажу. Ну что, друзья, я переобулся. Еще по трассе вам расскажу, насколько мягко, насколько тихо или шумно идет машина. По крайней мере, сейчас у меня... Давайте посмотрим, выдает ли ошибки датчики. Нет, датчики работают нормально. Пока еще не отрегулировалось у меня. Но я на заправку потом отрегулирую. По этим самым надо прокатиться, чтобы оно нормально все считало. Ну а так, вопросов нету. Идет отбалансировались колеса все четко, без всяких вопросов. Стоило это мне в белорусских рублях 52 рубля. Это немножко дороже, чем в Минске. Но зато это вот 200 метров от меня, от дома. Здесь я положу сейчас свою резину. Мне не надо ее никуда возить, ничего. Все на месте. Меня полностью устраивает. Так, ну что, едем мы сейчас на летней резине, на нашей белорусской Астарте. Вы знаете, вполне нормально. Да, немножко жестче. Да, чуть-чуть шумнее. Допустим, даже... Да, да, да. Ну, слышишь, да, дорогу? Вот мы... Я больше слышу дорогу, чем, допустим... Да, если ты говоришь, кажется, не так тебя слышно. Да. Хотя у Джили Атлас отличная шумоизоляция. Как бы на достойном, очень достойном уровне. Но летняя резина, допустим, Астарта, может, если подобрать какой-то хороший вариант летней резины, то она будет потише. Но это, в принципе, нормально. Вот интересно, на видео будет слышно? Ты же обычно снимаешь в машине, когда едешь. Ты знаешь, у нас вот это шумодав. Сомневаюсь, что будет слышно. Но посмотрим, на видео посмотрим. Ну, в принципе, резиной доволен. Второй сезон, когда эту скатаю, тогда уже, может, поставлю что-нибудь получше. Так, пока, ну, жалко выкидывать резину, а продавать она никому не нужна. За копейки отдавать тоже не хочется. Вот такая замена резины у нас произошла. Немножко позднее. Ну, зато без очереди, без напрягов, без ничего. Ребята, ставим лайки, пишем комментарии. Кто хочет поддержать и выделить небольшую сумму на развитие канала, номер карты под видео. Всем до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok